что и было солнце есть такая у духовиков есть такая шутка и она действительно работает когда перед рукавиком он играет ешь лимон у него очень сильная слюна одеет и обязательно будет кикс и вот когда мы в консерватории учились была значит вот такая вот вещь играешь конкурс и и садится тебе твой однокурсник улыбается как микки маус во весь рот разрезает лимон и вот со смаком начинает его есть и ты понимаешь что тебе пришел конец у тебя начинается вот здесь просто полный рот слюней и ты понимаешь что вещь ты до конца не доиграешь вот а потом он доедает лимон встает и уходит и все чтобы не видеть этого позора вот а потом говорит ну как сыграл хорошо все было я кстати как и обещала принесла варенье яблочное его нечем есть потому что вот есть варенье из летних яблок мы нечем варенье да сами варенье ну что мы подожди так это от тебя варенье от биотрио биологически да конечно из урязанской области яблочек ну так что значит давай начнем начнем тогда мы можем начать со сказки со второй уже в эту вторую сказку мне рассказала мама моя когда я была маленькой я очень любила эту сказку маму меня хорошо сочиняла бабушка тоже хорошо сочиняла бабушка парфюмер она обычно нам рассказала сказку так давным-давно жили-были король с королевой и у них была дочка принцесса и и вот ее заточили башню и она засыпала и опять начинала переходить на какие-то формулы вот мама была более стойкая в этом клоню собственно сказку которую она нам рассказала жил-был король и не было у него наследника когда он уже состарился он решил себе выбрать наследника из кого-то из вот граждан его страны короля этого очень любили он был справедливый и все ждали такого же справедливого выбора наследника с его стороны в назначенный день собрались на площади все-все-все мальчики и юноши которые могли бы стать занять его место и править этой страной король объявил свой указ сейчас я раздам всех по маленькой семечке сказала и тот кто вырастет из этой семечки самый-самый красивый цветок тот и станет следующим королем каждый ушел домой и стал выращивать свой цветок а в этом же городе жил мальчик-садовник он был из бедной семьи жил со своей мамой и занимался тем что выращивал овощи, фрукты но больше всего он любил выращивать цветы в его саду были самые-самые красивые розы самые красивые тюльпаны, ирисы и даже те цветы которых никто нигде не мог больше найти этот мальчик тоже унес домой свою семечку посадил ее в горшок для этого он взял лучшую землю поставил ее сначала на солнце и поливал ее родниковой водой но семечка никак не прорастала когда он подумал что может быть это тенелюбливое растение поставил ее в тень тоже поливал ее водичкой но опять ничего у него не росло он очень расстраивался потому что он мог вырастить любое-любое растение даже те растения которые живут в теплых странах у него росли зимой на подоконнике те которые любили тень он мог их вырастить и на солнце потому что растения его любили за то что он любил их но эта семечка никак не хотела прорастать и вот наступил день когда все должны были снова собраться на площади и принести свой цветок бедный мальчик подумал что сначала решил туда не идти потому что он ничего ничего не вырастил даже травиночка никакая не появилась но потом решил что все таки пойду я схожу и посмотрю что вырастили другие когда он пришел на площадь он не поверил своим глазам потому что там были цветы один красивее другого были цветы на которые светались бабочки со всей окрестности потому что они чудесно пахнут были цветы всех цветов радуги были большие маленькие высокие чудесно пахнущие какие-то даже всех цветов радуги в одном цветке такие были цветики семицветики и у всех 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 были абсолютно разные цветы мальчик ходил любовался и радовался просто от того что вокруг него были вот эти вот чудесные цветы а сам потом встал в сторон король пошел по рядам выбирает цветы но какие-то одобрительно кивает головой какие-то проходил мимо и наконец он дошел до этого мальчика и спросил его где же твой цветок он сказал я не смог ничего вырастить я очень старался я ставил его и на солнце и в тень и поливал родниковой водой выбрал самую-самую лучшую землю но у меня ничего не выросло так зачем же ты пришел спросил его король я хотел посмотреть что вырастили другие и какой цветок тебе понравился больше всего спросил его король я не могу выбрать сказал мальчик мне нравятся все цветы единственное я расстраиваюсь что я не так и не смог ничего вырастить когда король взял этого мальчика вывел его на середину сказал вот ваш будущий король все стали роптать и кричать как так наш король всегда был самый-самый который тебе понравится но почему ты выбираешь этого мальчика когда король сказал что я хочу вам выбрать справедливого короля который не будет вас обманывать который будет честно вами править и только этот мальчик принес честно пустой горшок потому что семечки которые я вам растал были жареные chu bilang ну almonds нужно а теперь про короля считай слово individuals accord это они КОНЕЦ 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 Пея Дворец И вот они садятся и так тянут эту нотку. Вот если вы представите, как будто вы в горах находитесь и возьмете вот эту нотку. И будете ее тянуть, то у нас получится такой ансамбль. Давайте попробуем. Все получилось. А теперь возьмем вот эту нотку. Да. И вот... Ага. Удивительность, ребята. Чудесно. Может быть, другой бурдочек будет? Другой бурдочек. Да, понюже. Давай вот эту оставляем вот здесь. А мы будем с вами вот эту. Вот, чуть-чуть ноте. Оставляем вот эту нотку. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Звучит 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 музыка